В одном переулке стояли дома, в одном из домов жил упрямый Фома. Ни дома, ни в школе, нигде, никому не верил упрямый Фома ничему. С детства нам знакомы эти строки из стихотворения Сергея Михалкова. И с детства же мы знаем, что упрямый Фома – мальчик недалекий, за что, в общем-то, и пострадал. Но то, что выражение «Фома неверующий» имеет библейские корни, многие из нас, от них же первый есть ас, узнали уже во взрослом возрасте. А кто-то, может быть, и до сих пор не соотнёс одно с другим. Здравствуйте, друзья! Мы с вами снова ищем ответы на наши лингвистические и исторические вопросы на Святой Земле и обращаемся к Анне Мусан-Леве. Анечка, добрый день! Добрый день! А ты в детстве рассказывала это стихотворение? Ну, конечно, в советской школе-то все учились, да, и Михалкова проходили и рассказывали. Но я-то знала с детства о Фоме неверующем. Но вот представила я себе этого апостола во всей полноте его действительно противоречивой личности тоже только во взрослом возрасте, на Святой Земле. То есть всё-таки Фома неверующий — это апостол, который убеждался в воскресенье Христовом, влагая пальцы в ребра Спасителю. Но он совершенно по-другому представляется мне, чем вот тот юноша, который просто всех презирал, кроме самого себя любимого. Чему его аллигатор и съел. Да, апостол Фома совершенно другой. И хотя действительно это одна из самых противоречивых фигур в Библии, но и очень значимых. И вот начинается всё вообще, как мне кажется, с самого имени Фомы. Дело в том, что Фома на иврите «теома» означает «близнец». Есть предположение, что апостол Фома просто был одним из двух братьев, то есть близнецом какого-то другого брата, которого тоже апостолы знали, потому Фому и прозвали близнецом. А другое же предположение, что это прозвище было дано ему за такую двойственную личность, некую раздвоенность в мыслях и чувствах, которая была свойственна апостолу Фоме. Действительно, апостол Фома не был среди любимых учеников Господа. И если мы знаем Петра, Иакова и Иоанна как тех апостолов, которых Господь часто берёт с собой, открывает им какие-то тайны, то Фома во всех евангельских ситуациях предстаёт перед нами сомневающимся. Как бы в не очень приклядном виде для апостола, скажем так. Действительно, вот сомневающийся апостол, но тем не менее апостол. И Фому, конечно, Господь избрал не зря, как и остальных. Начинается всё, как правило, с детства. И, соответственно, невредно нам будет заглянуть в детство апостола Фомы, посмотреть вообще, откуда он был родом. А родом он был из очень интересного города, который на иврите называется Баниес. А святитель Дмитрий Ростовский в житии апостола Фомы назвал его Пениада. Но это одно и то же греческое произношение, видимо, этого города, несколько изменённое. Так вот, город Баниес находится у самого подножия горы Хермон на севере Израиля, уже недалеко от нынешней границы с Ливаном. И во времена Господа там всё ещё жили язычники в большом количестве, потому что вообще сам город был построен эллинами, греками. Мы не знаем точно когда, возможно, за 300 лет, 400 лет до Рождества Христова. И само название его происходило, собственно, от языческого бога Пана. Баниес, Паниес, да, то есть Паниес от бога Пана. И там был храм этому богу Пану, в который язычники со всей Галилеи ходили молиться. Но ко временам Христа город уже так не называли. Называли его Кейсария Филиппова. Тоже мы находим упоминание в Евангелии. Именно там произошла знаменитая беседа Господа с учениками «За кого почитают меня люди?». Когда ученики предлагали разные версии, Господь сказал «Ну а вы за кого меня почитаете?». И Пётр сказал «Ты сын Божий, спаситель мира», то есть исповедовал его спасителем. Вот это то же самое место, это родина апостола Фомы. И вот, видимо, такое соседство с язычниками, близкое, и послужило двойственностью, которой страдал, действительно, раздвоенностью, которой страдал апостол Фома. Потому что трудно еврею жить в окружении язычников. С одной стороны, он верен своему Богу, истинному, единому. И, видимо, Фома действительно искал правды, ожидал Мессию, иначе бы не нашёл его спаситель, не призвал бы его. Но, видимо, от язычников были у него и некоторые очень материальные представления о вещах. Вот Фоме действительно нужно было убедиться в чём-то своими руками, своими глазами. Вот это желание пощупать и проверить — это чисто, кстати, языческий подход. Язычники же всегда имели статуи. Вот евреи молились Богу Живому в храме, и статуи у них не было, иконы не было. Не было понятно, в общем-то, для язычников вообще, кому молятся евреи. А у язычников всегда были статуи, то есть всегда конкретные вещи. И также обряды язычников многие. Всё связано очень с миром природы, с реальностью. У евреев же много мистического, и в Ветхом Завете тоже. И вот, соответственно, апостол Фома несколько заражён был, как мне кажется, вот этой языческой такой вот микробой, бактерией, что ли. И от этого и был его характер, вот такой отличный от других апостолов. И Фома несколько раз в Библии, в Евангелии именно задаёт вопросы или высказывает какие-то требования, которые, казалось бы, должны возмутить вообще апостолов. И нас они как бы удивляют. А вот реакция на них Спасителя поразительна совершенно и приоткрывает нам настоящие причины, почему Фома сомневается. Вот давайте вспомним эти моменты и посмотрим. Ну, самый первый момент показывает нам, в общем-то, просто, что апостол Фома очень сильно боялся, боялся преследования римлян, когда хотели идти апостолы к Лазарю, который умер, и Господь сказал, что пойду и возбужу его. Фома что сказал? Пойдём, и мы умрём вместе с ним. То есть он больше других чувствовал надвигавшуюся опасность и очень боялся. В этой фразе вот и Златоуст, и многие толкователи видят нерешимость Фомы, а его страх, как бы смысл такой. Ну да, да, пойдём, пойдём туда. Ну вот все и умрём вместе с ним, и всё кончится. То есть вот такая интонация. Ну, по крайней мере, так толкователи Евангелия чувствуют этот момент. Другой момент — на Тайной Вечере, когда Иоанн Богослов лежит на персих на груди у Господа, вот так его любимый ученик, когда Пётр горячо обещает, что он на смерть с Господом пойдёт, и везде будет с ним. Что же Фома? Фома говорит, не знаем, куда идёшь. И путь не знаем. То есть вообще не понимаем, что происходит. А Господь как отвечает Фоме? «И куда я иду, знаете, и путь, знаете». Я есть путь и истина. Вот эти слова великие, которые мы сейчас встречаем в проповедях, которые в заглавиях книг мы видим, и вообще которые для нас как путеводная звезда, что путь и истина — это Христос, были сказаны в ответ на недоумение вот этого сомневающегося апостола Фомы. Дальше самый знаменитый случай — это, конечно, когда уже Господь являлся апостолом после своего воскресения. И вот Фома из рассеяния вернулся позже других, а они рассеялись предраспятием от страха. И Фома задержался там дольше. Апостолы уже вернулись в Иерусалим. Фома всё оставался где-то там, не знаю, где, может быть, в родном городе, но далеко от Иерусалима, и опоздал поэтому. А действительно, в общем-то, Кесария Филиппова находится далеко от Иерусалима. Пешком это недели, наверное, три нужно идти примерно, две с половиной. И вот Господь уже являлся ученикам, а Фома ничего об этом не знал. И когда они ему рассказали, он сказал, не поверю, пока я сам не вложу руки в его ребра, не потрогаю его раны. И Господь является и говорит Фоме, иди сюда, потрогай, вложи руки твои. И Фома является главным здесь свидетелем подлинности, истинности воскресения Христова. Если бы не это сомнение Фомы, и если бы не его персты, которые он вложил в раны Господа, мы могли бы до сих пор сомневаться, думая, что Христос воскрес как некий дух, как Бог явился, да? Но не с плотью и с телом. А здесь Господь показывает подлинность своего воскресения, таким образом подтверждая и пророчество о том, вот Езекииле в том числе, что и мы воскреснем с телами. И хотя его тело тонкое, духовное, оно может проходить сквозь стены и двери, но оно имеет на себе раны, ребра, и Господь ест с апостолами. То есть показывает им свою реальность, реальность, абсолютную материальность, если хотите, воскресения. И вот отец Павел Флоренский на основании этого момента говорит, что в основе сомнений Фомы лежало не неверие, а изумление перед чудом, излишнее изумление, восторженность Фомы, его просто восхищение перед чудом, в которое он не смеет поверить. Вот так интересно отец Павел Флоренский со свойственной ему, конечно, тонкостью ума нам объясняет неверие Фомы. И, видимо, Господь-то это отлично знал. И искренность Фомы, смотрите, Фома не стесняется глупые вопросы задавать, не стесняется показывать себя незнающим и сомневающимся, и как Господь делает его дивным богословом. Что отвечает Фома, потрогав раны спасителя? Он говорит, Господь мой и Бог мой. Представь себе, за четыре века до Четвёртого Вселенского Собора он исповедует две природы Христа. Господь мой — это к человеку, Господин и Бог мой. Вот каким дивным богословом он стал. И, кстати, этому посвящены стихиры антипасхи, что Фома исцеляется от своего неверия, становится дивным богословом и открывает нам истинную тайну воскресения. Ну а после этого Фома проповедовал, да ещё как проповедовал с апостолами, он дошёл до Индии. Ему досталась очень тяжёлая местность и область для проповеди, и он обратил и царя Индии, так предание, так житие, апостолы нам рассказывают, и мученически окончил там жизнь по приказу царя нечестивого. Воины пронзили его питью копьями одновременно на высоком холме, и Фома умер как мученик за Христа. Так что вот какой удивительный, сомневающийся великий богослов апостол Фома. Анечка, я хочу ещё вспомнить праздник, который мы совсем недавно встретили, Успение Пресвятой Богородицы. Ведь там тоже отсутствие апостола Фомы вместе со всеми позволяет нам убедиться в том, что Матерь Божия вместе с телом была вознесена на небо. Вот он удивительный человек, он какой-то, вот эта его детскость, вот это его умение смиряться и где-то идти не в ногу, и действительно не бояться показаться глупым, и, в общем-то, и смиряет-то его Господь. Вот все радовались, что Христос Воскресший явился, его там не было, всех принесли на облаках к успению Божией Матери, его то ли забыли, то ли чего там было-то, а оказывается, все промыслительно. И получается, что он же это принимает, вот все, что Бог хочет в его отношении предпринять, предложить ему, он принимает чисто по-детски. Да, это так. И поэтому, наверное, не нужно бояться нам быть Фомой неверующим иногда. Это лучше, я тебе скажу, чем быть таким верующим, как Иуда Искариот. Ведь Иуда Искариот был верным апостолом. Только он не в того Бога верил. Но ведь он не сомневался ни в чем. Он был уверен во всем, что сейчас будет царь, сейчас будет слава, он станет министром финансов. При этом царе он был ему верен, а дальше он его предает, когда его вера разбилась в прах. А Фома ищет свою веру. Он сомневается, он ищет, и как Господь открывает ему тайны, которые потом богословы 400 лет спустя будут только на Вселенском соборе решать. А Фома это уже знал от Духа. Так что вот не надо бояться вопросов. Это лучше, чем фальш. Чем закончить этот разговор? Наверное, словами апостол Фома. Моли Бога о нас. Анечка, спасибо, друзья. Спасибо вам за участие в нашей беседе. Будем надеяться, что вы помолитесь не только апостолу Фоме, а сами о себе, но и о том, что продолжались наши встречи на Святой Земле. И пока мы с вами прощаемся. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok